Выпишем в порядке возрастания все делители числа 4n, где n некоторое рентуральное число. Я не знаю, как они будут выглядеть, но единица точно будет, двойка, точно будет. Того-то неизвестно, что это или нет. Но четверка обязательно нужна. И так далее. Докажите, что обязательно найдутся два делителя, разность между которыми равна 2, и они соседние. Повторяю условия задачи. Выпишем в строчку в порядке возрастания все натуральные делители числа 4n, где n некоторое утро. Докажите, что найдутся два соседних числа, разность которых равна 2. Смотрите, если здесь тройки нет, если n на 3 не делится, то в таком случае уже вот эти два числа годятся. Значит, в каком случае у нас будет тройка? Если там есть тройка, значит, если там есть тройка, значит, если есть делитель 4, то обязательно число будет делиться на 12. Да, конечно. А если делится на 12, то оно делится и на 6. 4 и 6. Я понимаю, а может быть, есть делитель 5. Если вы сумели доказать, что есть какие-то два делителя, разность которых равна 2, то из этого следует, чтобы или решили задачу для этого числа, или же между ними тоже делители. Узнать, что чему равно n. Невозможность. Натуральный ряд бесконечен, поэтому узнать, как можно узнать, чем равно, никак. Надо в каком-то смысле доказать, что идет подряд, потому что на самом деле n это бесконечность. Либо у нас все это есть, либо n должно быть как-то большой-большой-большой, то есть на самом деле вообще существующий. Замечательно. А как это сказать стройко? У нас есть процесс. Молодец. Слово процесс очень разумно, очень разумно, очень морально. Действительно, надо встроить некоторый процесс. Из того, что у нас не получается найти два соседних числа, отличающихся на двое, суметь что-то такое вывести. Про тройку вы поняли или нет? Посмотрите. Если тройки нет, то уже решение, правильно? Итак, если есть два, два, четыре, то между ними расстояние есть два. Все. Задача решена. Значит, на самом деле что? Два, три, четыре. Тогда и шесть. Что есть? Тогда и шесть. Не восемь. Нет, восьми как раз-таки может не быть. Ну, неизвестно, потому что средство будет нечетное. А вот, смотрите, четыре и шесть точно есть. Смотрите, не мари. Четыре и шесть. Почему четыре и шесть есть? Потому что если число делится на три, то оно делится на шесть. Потому что двойка у нас есть просто из-за утрен на четвертую. Она еще делится на пять. Отлично, правильно. Либо мы решили задачу, либо на самом деле четыре, пять, шесть. Так. А дальше что мы говорим? Шесть. Десять, двенадцать. Десять, двенадцать. Десять, двенадцать. Либо между ними расстояние двойкой мы решили. Либо что? Есть одиннадцать. Либо есть одиннадцать. Десять, одиннадцать, двенадцать. Двадцать? Двадцать два. Молодец. Двадцать, двадцать два. То есть двадцать один есть. А это значит, что есть семерка. Ну, семерка как раз меньше всего интересна. Потому что разбираться конкретно с простыми числами я не забираю. А вот то, что, смотрите, двадцать, двадцать один, двадцать два, это уже интересно. Перпендарь, интересен сам этот процесс. Вот смотрите, как он здесь устроен. Мы все время пишем то три числа, то два числа. Вот давайте поймем, что я пишу в следующей строчке. Сорок неизвестно. Сорок делится на восемь. А, правильно. Потому что наше число четыре е, оно делится на четыре. То есть если оно делится на двадцать два, то и на сорок четыре тоже. Если оно делится на двадцать один, то и на сорок двадцать тоже. Замечательно. Как формально это рассказать? В каждый момент времени вот эти два числа, правильно, они всегда черные. Одно из них делится на четыре, а другое не делится. То есть как у нас процесс устроен? Есть какое-то черное число, ну, скажем так, два К. И следующее, два К плюс два. Мы говорим, что либо между ними ничего нет, и тогда это расстояние двое уже все. Либо между ними есть число, делитель дворка, дворка плюс один, это тоже делитель, и дворка плюс два, это тоже делитель. Так вот, из этих двух чисел, какое-то делится на четыре, какое-то нет, соответственно, мы берем то, которое не делится. Например, если два К не делится, то в таком случае мы переходим к новой паре, четыре К и четыре К плюс два. А если вот это не делится, то мы переходим к паре четыре К плюс два, четыре К плюс четыре. В любом случае получается новая пара, это тоже делитель, и между ними тоже расстояние дворка. Спасибо.